Поставили тех на ликвидацию, и при том ликвидация была не с первого раза, это было в Грузии, один раз даже пришлось просто использовать ДТП, но было неудачно ДТП, разбили большую фуру для того, чтобы построить на дороге несчастный случай. Не получилось, хотя все было как бы отрепетировано, специалисты занимались этим. Пришлось делать повторно все это, второй раз получилось, и тот епископ сгорел практически в своем автомобиле. Но когда мы ехали за Дани, мы обратно возвращались, все молчали, никто уже не разговаривал, все понимали, что в следующий раз, может кто-то из них вообще сам, кто-то из них. Это было в конце 70-х годов, значит. И, в общем-то, вернемся в историю христианства, ту древнюю, увидим, что методика была вот такая же. И ереси пришли извне. Некоторые христиане наивно полагают, думают, что православные христиане, допустим, католические христиане, вот я был сейчас недавно в Иоанна Франковске, там много католических христиан, и многие из них наивно полагают, им так говорят их священники, что молиться Богородице другим умершим святым, это было изначально наше христианское, что, мол, якобы это было все с первых веков. Но это все рассчитывается, эта дезинформация рассчитана на то, что их паства, их прихожане не будут перепроверять этих религиозных аферистов в рясах с крестами на груди, что рассчитано на то, что священники авторитетом своим будут давить на паству. К сожалению, это сплошь и рядом. Это еще один грех в церкви, это грех, который может быть назван библейским, николаизм, никао и лаос, два слова, да, побеждаю простой народ, или давлею господствую над простым народом, вот так можно перевести эту ересь буквально по-русски. И скажу, что вот такое, не просто разделение в христианском братстве, а выделение фастерства как жречества, да, как именно диктат, это является большим грехом, потому что Христос ненавидит, дела их и учения не написаны Иисусу. Но, к сожалению, и дела, и учения эти стали достоянием церкви именно в этот рассматриваемый период времени, 4, 5 и 6 особенно столетия. До середины 6 столетия кто в еврейском общении был на шаббате? На шаббате был кто? Помашите ручками, немного, да? Вот на шаббате я рассказывал вот это все, что было в 6 столетии. Я сделал такую экскурсию, историческую некоторую, на 6 столетии. Ефтинианы, Феодоры и там мерзости, какие совершались, жуткий акисметизм в самом неприглядном виде, и многобожие, и много других грехов. Очень часто, можно так сказать, священники, многие пастыри рассчитывают, что их паства не будет их проверять по слову Божьему. Но любого религиозного афериста, будь то в рясе с пистонной груди или в пиджаке или в галстуке, можно вывести на чистую воду, читая Божье слово. И это очень важно. Я скажу так, что, почему это важно? Потому что, ну, в конце концов, бессмертные души, знаете ли, и не все равно, как мы будем верить вообще, во что мы будем верить, в конце концов. Бог благое, друзья мои. Он нас понимает прекрасно, Он видит наши сердца, Он видит нас, и Он милостив, Он дает нам просто благодать Свою, славу Иисусу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь наш, Боже наш, спасибо. Спасибо. Друзья, я Богу благодарен за Вы присутствие сейчас здесь, и Богу благодарен за эту возможность, семинар этот открыт перед Вами. И хочу коснуться некоторых тем, таких больных, конечно, очень, но надо, надо. Это как, смотрите, это как медицинские, допустим, учреждения, да, значит, учебных заведений, допустим, в институте, когда будущие врачи идут на вскрытие, да, тела. Это некрасиво, неприятно, и как, там, в одном фильме, там, было «Охотники за привидением», помните, кто там, там это вскрытие делают, значит, и говорят, ну, теперь проверим, кто из нас, кто из вас хочет быть по-настоящему врачом, а кто хочет просто поиграть в больничку. Значит, и делал вскрытие, и кто-то, раз, в обморок, тоже падает. Там, череп вскрывает, другой падает в обморок. И пока он разделывает, значит, тело, значит, там, ну, вскрывается, многие там попадают, уже в обморок, видите. И вот, вот так же скажу, что у нас есть нужда большая. Мы должны вскрывать сегодня эти мертвые тела, эти трупы религиозных заблуждений. Для чего? Не просто грязь выносить сейчас на свет, да, не просто для праздного любопытства. Дело в том, что будущие врачи, они смотрят на все это, для того, чтобы помочь живому человеку, чтобы увидеть, как эта болезнь развивалась, что там внутри нас вообще, из чего мы сделаны вообще, с какого теста, и вообще, как болезнь можно предотвратить, допустим. Ну, к примеру, врачи должны знать некоторые вещи, да, что внутри. И мы, как христиане, должны кое-что увидеть сейчас. И вскрывая трупы прошлого, мы должны смотреть на то, что сейчас нас окружает. Помочь сегодняшним людям не заразиться тем трупным ядом. Знаете ли, не заразиться этими болезнями страшными. Помочь выздоровлению миллионов христиан сегодняшних. Слава Иисусу! И моя вообще мечта, чтобы в тысячах храмов по всей Руси, чтобы священники православные начали молиться Богу, и чтобы не молились другим. А почему? Потому что, надо Божие делать полную работу. Вы не поверите, но, хотя многие из вас это знают, в принципе, многие с вас с этим соприкасались, или соприкоснутся, по крайней мере. Но многобожие делают такую работу, что самое главное в цели Христа, самое главное в христианстве, спасение, закрывают от людей. Это ужасно, но это есть. Ведь если человек, он не знает, кто его спаситель, кто его Господь, если человек не знает, и молится разным святым, и чем больше он молится, тем больше он дезинформирован, и он находится в заблуждении. Но когда он знает, в кого он уверовал, когда он знает, что Иисус Господь, когда он не ломает голову на вопрос, какому святому молиться вообще сегодня, как есть такие брошюрки, многие из вас, может, к нам соприкасались с этим, есть такие брошюрки, которые называются «Какому святому в какой нужде молиться?» И я когда молился по этим брошюркам, когда молился по этим подсказкам, знаете ли, я заходил в духовные тупики. Но сегодня я вышел из тупика. Почему? Потому что я знаю, что Иисус пронял свой кровь за меня. И Он мой Спаситель. И я знаю, что это по-настоящему, не по-нарожку, а по-настоящему. Слава Иисусу! И, друзья мои, я уже говорил, да, что из северо-восточной Африки пришла эта ересь. И поначалу распространялась она среди монахов, монашество вышло из гностицизма, и поэтому все вот эти ереси гностиков, они, к сожалению, взяли на вооружение. А вы скажете, а как же церковь? Дали ли отпор этой ереси отцы церкви, битеры христианства? Да, давали отпор. Один из известнейших фактов таких, это беседа Епифания Кипрского. Епифаний Кипрский, один из уважаемых отцов церкви конца 4-го столетия. Его часто я привожу пример, потому что это очень важный такой пример. Это немалоизвестный святой, это великий известный святой, извиняюсь. И многие православные и католические, даже больше, наверное, христиане, уважают этого святого, молятся ему даже. Но сам Епифаний, епископ Кипрский, этим гостям из Африки по поводу Марии сказал следующее. Известная цитата из его сочинения. Что ее, говорит Мария, должно уважать, но никто не должен молиться ей. И, знаете ли, один из вот таких апологентов, Диабол, адвокатов, тогда это был Диабол Кураев Андрей, он проводил Гипрагодровских автособраний, проводил большой семинар. И так получилось, что в том же зале, ну и во многом в том же составе, наверное, примерно половина, добрая половина участников его семинара были на моем семинаре. И так получилось, что у нас одна тема была, примерно одна тема, по поводу иконопочитания, и по поводу, я говорил, что это мерзость, пред Богом, он доказывал, что это якобы святое и Богу угодно дело. Мы об одном говорили, но с разных позиций. Яс библейский, он говорил со стороны вот человеческих преданий. И так же он оправдывал, пытался оправдывать многобожие. Говорил, что молиться там Богородице, святым это правильно. Но знаете ли что? Слава Богу, что нашелся один брат, один из моих студентов там на его семинаре, и задавали вопросы. И он задал вопрос. Запись делалась в видео. Он задал вопрос такой, что господин Дьяконовик, пожалуйста, прокомментируйте вот следующий эпизод из издания, официального издания Московского Патриархата, Житие Епифарии Кипрского, когда он из его сочинения, официально одобренным Патриархом и Синодом, где Епифария заявляет, что Марию, Матерь Иисуса Христа, должна уважать, но никто не должен молиться ей. И вот господин Дьякон Андрей как уж на сковородке заерзал. Он сказал следующее, афонаризм такой, знаете ли, ладно бы это был простой сельский батюшка, это же профессор. Он сказал следующее, афонаризм такой, знаете ли, это частное богословское мнение этого святого отца. Бред полный. Знаете ли, если бы был простой сельский батюшка, я бы сказал, ну может он так верит на самом деле. Но это профессор, я в жизни не поверю, что он так верит вообще, что он так думает. Я вам расскажу о некоторых частных богословских мнениях, у вас уши загянуты просто-напросто. Ну ладно, не буду, пощажу ваши уши. Но расскажу одну страшную историю. Вот это будет назидательным, чем богословие. Практика, господа. Вот скажу такой пример. На Руси был пример такой. Один епископ церкви, потому что это епископ церкви православный. Его звали Феодор, да, Феодор епископ, так пишут о нем, Феодор епископ. В новгородских летописях пишут о нем, как о Феодоре епископе. Он имел частное богословское мнение. Он его высказал в соборе, он высказывал его при других православных христианах и высказал его на соборе епископов. Какое же его мнение? Он заявил примерно то же самое, что заявлял Епифадий Кипрский. Что он не молится Богородице и не рекомендует своей пастре молиться к Богородице, а рекомендовал обращаться к Богу непосредственно. Не к матери, не к кому-то еще. И это было мнение Феодора епископа. Это было, я могу быть не точно, но, по-моему, это было 12-е столетие уже на Руси. И это мнение богословское взбудоражило тогда церковь русскую и был собор тех немногих епископов, что были тогда, значит, на Руси. И собор постановил, ну, как бы, спорили даже не за его учение, а спорили и за наказание. Как же его наказать так, покрепче? Так, чтобы другим было неповадно. Вот. Это напомнило мне, знаете, как спор этим зверей, как в анекдоте потом, да, значит, когда 33 попугая спорили о Бударе, да, как с ним поступить? Либо хвост рубить ему, либо голову. Ну, Мартышка говорит в конце, ну, хорошо, рубите хвост, так по самую голову будет. И вот по голову Федора и епископа, значит, решали, что же с ним сделать такое, знаете, вот, замучить или, как бы, еще, помучить больше. И постановили, значит, постановили в лучших традициях православной инквизиции, постановили с него живьем, принципиально живьем, сдирать кожу, предварительно отрезать язык, выколоть глаза, значит, прилюдно, сдирать с него полосами кожу живого, значит, потом приказали, значит, на медленном огне светские власти, светский князь хотел сжечь его просто, ну, он был очень гуманным, по сравнению с епископом он был более гуманным, он предлагал просто живьем сжечь его и все, не мучай его. Но епископы настояли на том, чтобы он должен помучиться, больше того, несмотря на просьбу князя сжечь сразу, епископы заявили, что сжечь не сразу, а на медленном огне, подчеркиваю, медленном огне. Значит, вот это была, и вся вина епископа, мы не знаем, о чем он учил еще. В летописи Гриша по поводу Богородицы говорит, что он отказался молиться Богородице, и на соборе ему предложили жизнь или помолить Богородице. Он отказался молиться Богородице. Это был простой православный епископ, который уразумел кое-что, и как Епифатий Кипрский садался на него, вот пострадал очень жестоким образом. Мы не знаем даже, честно говоря, не знаем его до того. Летописи очень скупую информацию оставляют нам о жизни этого человека, и о его учениях. Может быть, он в чем-то заблуждался, я не знаю. Но говорится именно касательно культа Богородицы. Вот вам пример. Очень жестокий, конечно, пример, но, думаю, запоминаемый. О Федоре и в бископе мы знаем из новгородских псковских летописей Древней Руси. Скупая информация, но очень жесткая информация. Кстати, некоторые люди думают, что инквизиция была только лишь на Западе. Увы. Инквизиция на Востоке была не менее суровая, а даже более суровая, чем на Западе. Поверьте. Даже вот этот эпизод, он о многом вам должен рассказать. Дело в том, что в Западной Европе не было продумано таких изощренных пультов, как на Востоке. Я, конечно же, понимаю, что я не хочу быть адвокатом католиков. Я понимаю, что у них куча проблем своих. И, значит, нам бы со своими разобраться, православными. Но скажу, что, значит, знаете ли, католики, по крайней мере, за свою инквизицию каялись. Мы еще не каялись. И, по крайней мере, при Иване Павле II, а до него при Иване XXIII, были молитвы покаяния. На Втором Ватикане в 60-е годы были покаяния. И это очень, скажу так, оздоровило ситуацию в церкви. Я не идеализирую сейчас католическую церковь. Я понимаю, что у них проблем порой даже больше в чем-то. Но они сделали очень важные заявления, важные шаги, которые послужили очищению церкви, освобождению церкви. Кстати, предваряло и молитву Ивана XXIII, и молитву Ивана Павла II покаяние в антисемитизме. Вы слышали об этом, наверное? Покаяние в антисемитизме. Представляете? Они нащупали, эти папы два, они нащупали больной нерв христианства. Они нащупали вот то, откуда-то весь зуб-то и болит-то. И они сделали, что я очень благородно делаю. Если кому интересно, у меня есть молитва Ивана XXIII, Папа Римского, касательно антисемитизма, молитву покаяния. Там потрясающе хорошие вещи сказали. Молодец. Он сказал это, правда, тут же скорпотиже скончался, и к большой, мало скрываемой радости большинства кардиналов кардиналов Ватикания. Но он сказал очень важную молитву. Ему говорили, ему угрожали, и мафия угрожала ему, и кардиналы угрожали, что если с такой молитвой он выступит, он не доживет на следующей Пасхе. Так и получилось. Но он выступил. Он не побоялся, он выступил с этой молитвой Ватикания. Я не буду никого обвинять в этом смерти. Бог знает, кто предложил руку к его инстерпатичной смерти. Но я знаю одно, что человек сделал то, что должен был сделать. Слава Иисусу! Что была такая молитва. И Иван II, он продолжил, не так, может, радикально, как Иван XXIII, но продолжил эту молитву покаяния. И хотя, к сожалению, больше было на словах. Я все-таки верю в покаяние. Я думаю, это правильно, библейский. Покаяние не только на словах, но и на делах. В самих делах. Порой сами дела больше говорят, чем многие молитвы, многие слова. Можно говорить миллион раз «люблю-люблю-люблю», а ничего не сделать для любимого человека. И как бы грошится над этим заявлением порой. Знаете ли? А можно мало сказать, что, значит, но много сделать, и это скажет больше, чем, значит, много слов. Простите, но, допустим, если мы говорим, что любим Бога, мы не знаем, что такое десятина, даже и проживание, то мы просто обманываем самих себя. И, смотрите, мы можем, допустим, говорить, что каемся в антисметизме, но неблагострементного еврея не поможем. Кстати, вот Джон Хегги, баптист, я помню, упомянул уже, пастор из Техаса, он очень интересно сказал, что ты можешь читать и слезами заливаться, читай об Аврааме, Исааке, Иакове, а Исаака через дорогу можешь не замечать вообще. Например, редакция, в своей церкви сказал, это потрясающе было, там, ну, все было понятно, слава Богу. И, знаете ли, что это очень важно? Вот, Иван, я не хочу тоже плохо говорить о папе, покойном, но, как назидание, так скажу так, не осуждая его, но все-таки есть чему поучиться нам из этого примера. Были молитвы покаяния, но встречи на высоком уровне, вы знаете, что в Ватикану это еще и государство, это еще и политика, это не только религии. Так вот, и на высоком уровне встречался он с кем? С Ясером Арафатом, с другими палестинскими мальчиками. Знаете ли, и, в общем-то, и миллионы ватиканских долларов, к сожалению, пошли не в экономику Израиля, а на вооружение, по сути, значит, террористических организаций. Ну, как бы, официально кормление палестинских детей, хотя, все понимали, взрослые люди, что там ни цента не идет, ну, может, какую-то завалявшуюся там подарят пряник какой-нибудь от советской власти для палестинских детей. Вот, значит, все деньги шли на вооружение этих банк, формирование этих. И Арафат там торжествовал, целовался с Брежневым, и, значит, с Иваном Павловым II. К сожалению. И очень незначительные встречи на высоком уровне с, например, министром Израиля были только лишь очень короткими, непродолжительными и мало что дающими для экономики Израиля. Конкретно деньги шли от Павлистины, шли их террористам. Ну, если уж, доллары говорят больше, чем многие слова. И, хотя были в последние годы жизни, да, тоже, и визиты в Израиль, были попытки говорить что-то и деньгами, но это очень слабо было. Очень слабо, я считаю. Иоанн XXIII, Папа Римский, он считал, что молитва должна быть лишь очень небольшой частью покаяния. А основным, он считал, должно быть вложение в государство Израиля в ватиканские деньги. Банк Ватикана предлагалось перенести именно Ватикан. именно в Израиле. И вообще, это было бы таким, ну, скажу, это было бы гораздо больше покаяния. Лучше одну молитву, знаете, лучше десять тортов и одна свечка, чем один торт и десять свечей. Я так считаю. Ну, кто как, конечно. Я с Карлсом заодно буду править. Хорошо. Так, братья, слушайте, кому надо больше уйти, то вам пора уже. Кому не в спеху, то еще часочек потерпите. Поучитесь. И скажу так, что, друзья, значит, что, да, я говорил, что Епифания, епископ Кипрский остановился, в конце четвертого столетия утверждал, что ее Мария должна уважать, но никто не должен молиться ей. И это была позиция не только Епифания Кипрского, другие отцы церкви, великие каппадокийцы, они все утверждали то же самое. Но не касательно Марии, а вообще, Господа, что только лишь Богу молиться. Как многобожие пришло в жизнь церкви? Запишите себе Третий Вселенский Собор. На первых двух вопросов таких не поднималось. Никому и Богу не приходило менять что-то в христианском вероучении. Касательно молитвы, касательно догмата о спасении и прочее. На первом и втором Вселенском Соборе не поднималось ни о Марии, ни о каком-то еще вопросах. Но на третьем Соборе в Эфесе в 431 году это все было оглашено. Запомним, да? 431 год. 431 год. К сожалению, на этом Соборе вопрос поднимался не просто о природе Христа, божественности и человеченности Христа. Самая главная тема, в которой скрестили шпаги тогда богословы был вопрос кому молиться? Можно молиться только лишь Богу или кому-то еще дополнительным посредникам помимо Иисуса Христа? Главная тема была именно в этом, поверьте. Я пример приведу такой. К тому времени таких две основных школы было богословских в христианстве. Ну, три даже, точнее говоря. Три школы. Первая школа это африканская Александрийская школа богословия. Слышали, наверное, да? Александрийцы. Александрийская школа богословия. Некто Пантен. Платоник начинал это движение, эту школу. Он стал христианином, образовал школу большую богословскую, затем снова вернулся в язычество и умер неоплатоником. Но он основал школу, которую по преданию основал апостол Марк, но на самом деле основал Пантен, философ, значит, римский, греческий философ. И, в общем-то, эта школа философия, школа богословия, она какое отличие имеет? Библия для этой школы является, да, они пишут тоже богу инохновенным словом, но главным источником считается личное откровение, личное озарение. И для многих, большинства представителей Александрийской школы типично аллегоричное объяснение Писания избегают прямого буквального понимания текста Писания. Да, в иудаизме тоже есть понимание, да, многоликое Тора, слышали, наверное, много раз уже, многоликое Тора, много грани объяснения, и многие раввины утверждают о многих граних понимания Писания, и порой это на самом деле очень потрясающе. Но при всем при том, при понимании многоликости Тора, многоликости Писания, нам нельзя забывать, что есть первый буквальный смысл Писания, есть первое значение, мы не должны не забывать об этом, объясняя с других сторон, какие-то тексты из Писания. Не должны увлекаться философией, и это очень опасно, друзья. И Александрийцы, да, Александрийцы, а потом Антиохийцы, Антиохийская школа богословия, Антиохийская школа богословия настаивала на приоритете библейского богословия. Библии объясняют Библию, и если для Антиохийца вопросы в Библии возникали, они обращались к Библии же для объяснения этого текста, и старались держаться строго библейского богословия. Третья школа, а не меньше известна, это Иерусалимская школа богословия. Она пыталась примирить обе эти школы и сочетать в себе и Антиохийское понимание, и Александрийское. Но они мало известны, и, в общем-то, мало что дала эта практика, к сожалению, тогда. Но, главный конфликт был между антиохийцами и Александрийцами. Александрийцы, африканцы, взяли на вооружение монашество. Монашество, откуда появилось? Из гностицизма. Гностицизм, то же самое, что и антисемитизм. Потому что, вы знаете, какие гностики? Слышали? Гностики. Хорошо, сначала разберемся с этим. А то новые слова, может быть. Гностики, это как бы знайки. Это учения, школы, христианские, нехристианские, разные. Смысл учения гностицизма в следующем. Что, допустим, древние школы гностицизма, ранние школы гностицизма, учили так, что весь мир видимый был создан дьяволом. Или же богами низшими. А невидимый духовный был создан богом, или же богами высшими. Видимый мир – зло. Материнство – зло. Деднорождение – зло. Строгое вегетарианство и медленное самоуничтожение плоти. Медленное самоубийство. Воспроизведение семиподобных – это продолжение зла. Ну и много других абсурдных вещей. Женщина – друг человека. Но не человек. В этом были убеждены. Это было аксиомат для любого гностика. Вы понимаете, там одни мужики были. Так, значит, и мыться – грех. Не мыться – хорошо. Гностика, издалека было видно, да? Воняло этим учением – хорошо. И, в общем-то, ногти не стригли. Ни на руках, ни на ногах принципиально многие гностики. И чем хуже, тем лучше, считалось так. Спать на голой земле, желательно ноги шел, чтобы больше болеть, и чтобы простужаться. И желательно оскопиться. Такое радикальное врезание. Резать так, резать. Короче, кастраты были. Гностики чаще всего. Ну, чтобы не было вопросов. Чтобы не было... Масло сожжены, что называется. Чтобы не было пути обратно. Значит, и, к сожалению, гностицизм был популярным. Особенно вот в Северной Африке, к сожалению, там находилось много таких деятелей. Ну, как бы... Павел Ненаром говорил, что я желаю, чтобы они были, как бы, оскоплены такие люди. Ну, потому что они произвали всякие соблазны, ереси. Ну, и вы понимаете, что для гностиков, евреи, с их жизнелюбием, жизнерадостностью, жизнеутверждающей философией, значит, и с тем, что Бог создал весь мир видимый и невидимый, были по перебору против. Были просто как вот, ну, заносы какая-то, значит, бельмо в глазу. И поэтому гностики, различаясь друг с другом в философии, разной богословии, были ненадушны в антисметизме. Это был их общий враг еврейства. Это был общий враг любого гностика. Любому гностику хлебом не корми, но дай их унизить еврея. Потому что в их понимании евреи это слуги дьявола. Почему? Потому что в их понимании Иегова, извиняюсь за такое сейчас сочетание, но это дьявол. И они считали Бога Ветхого Завета дьяволом. И это было ужасным заблуждением гностицизма. Это было дохрень. Это я вам писал вкратце большой курс, огромный курс по истории гностицизма 2-го и 3-го столетия. На самом деле, это курс отдельного семинара. Я иногда рассказываю о гностицизме, но я вам вкратце обрисовал. Больше, наверное, нам и не надо касаться этой темы страшной. Но скажу, ну гадко такой, но скажу еще кое-что. К сожалению, появился христианский гностицизм. Появились такие деятели, христиане, которые заявляли, что вот мы, мол, гностики, мы знайте. Мы знаем нечто, что вы не знаете остальные христиане. Что якобы Иисус, Он одно учил нам, а совсем другое избранно передавал. И эти избранные, они передали другим избранным. И всем остальным давалось лишь молочко, а твердое давалось только лишь особо приближенным к императору, будем говорить. И так получилось, что эти знайки за знайки, они утверждали, что лишь у них настоящее. И к чему это приводило в практике? Эти знайки, монашество, христианское монашество, оно вышло из африканского гностицизма. Я скажу так, я не против монахов. Я против монашества, как явление христианства. Я считаю это большой ересью. Я очень солидарен в этом плане с Лютером, который говорил к монахам о монашском Германии. Братья, сёстры говорят, всё, выходите, женитесь, рожайте детей, живите нормальной жизнью. Бог не требует от нас вот такой жизни, в которой мы живём. Он больше того, он сам женился, и женился на бывшей монашке Екатерина Бора. И у них были детки, и жили долго и счастливо. И, знаете ли, многих, многие тысячи монахов и монашек Германии осчастливило это заявление Лютера, потому что с людей спали эти времена неудобоносимые. Знаете ли, и многие монахи и монашки, тысячи монахов и монашек Германии и Европы, они женились, выходили замуж, урожали детей, и многие поняли, что их обманули вот в этой многовековой религиозной пропаганде. Знаете, друзья мои, к сожалению, монашество сыграло очень такую роковую роль вот в том, о чём я сейчас рассказываю, в смешании христианства с язычеством. В 4 веке это было ещё не так явно. Даже больше того, в 4 веке монашество не было частью официальной церкви даже. В 4 веке монашество, оно было партизанским движением больше, таким отшельническим. Феномен монастырей это гораздо более позднего времени феномен. Хотя монастыри были и в 4 веке, я не очень быстро, извиняюсь, говорю. Я пытаюсь просто многое рассказать, как бы, за короткий промежуток времени, но простите, если я тороплюсь. Я хочу сказать, что проблемы начались основные тогда, когда монашество стало частью официальной религии. Официальной церкви. Это было уже в начале 5 веке. Конец 4-го, начало 5-го столетия. Вот тогда-то за голову и схватились многие богословы. Но было поздно. Политики узел затянули очень туго. Потому что, я повторяюсь, но был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с физичеством. В самом христианстве не находилось столько много подлецов, которые могли бы выполнить эту грязную работу. Но в монашестве нашлось много искренне верующих, задлуждающихся гностиков, которые сделали эту грязную работу. Это очень страшная история, но надо знать ее. Друзья, вот я вам расскажу следующее. Лидер африканских христиан начала 5-го столетия звали его Кирилл. Кирилл Александрийский. Думаю, может вы слышали, он официально в святых, в католической и православной традиции. К сожалению, до сих пор. Но как бы иначе быть. Почему? Потому что именно этот человек стал ключевым в этой драме. Кирилл собрал возле себя монахов африканских. Это Эфиопия и Египет. Разных африканских гностиков. И исполняя заказ политический, император тогдашний, бизантийский, он покровительствовал такому религиозному деятелю. Вопрос был поднят о том, что пора собрать Вселенский Собор для рассмотрения некоторых спорных учений. Поводом послужило, по-моему, неадекватное поведение патриарха насчет Константинопольского и спор о природах Христа. И дальше дело было лишь времени. Я попроще постараюсь объяснить эту историю. Очень запутанную историю. Постараюсь просто объяснить. Кирилл африканский взял с собой монахов. Большое количество, больше, чем было оговорено гораздо. И 22 июня, легко запомнить. 22 июня фашистская Германия напала на эссе. Это 22 июня, запомним. 431 года Кирилл, не дожидаясь других патриархов, а по регламенту Вселенского Собора полагалось подождать всех и всех выслушать, он приехал раньше и раньше нагло начал собрание собора. Потому что он понимал, он не дурак, он понимал, что в честном разговоре с Библией в руках он даже 5 минут не выдержит. Он же в первом раунде пойдет просто нокауте. Потому что отцы просто-просто скажут, ты, дорогой, только Библию читал? Посмотри, что написано в слове. И он понимал, что в честном разговоре он не выдержит. Поэтому он пустился на нечестный шаг такой. Не дожидаясь никого, благо, что Ефесский Мемнон, митрополит, поддерживал него и был на стороне многобожников, партии, фракции. Почему у Мемнона была еще такая, как бы, заинтересованность? Потому что Ефесс переживал упадок, а император предлагал восстановить Ефесский храм, восстановить Ефесский культ, и Ефесс был бы одним из центров христианства очень мирового. Эта перспектива была очень большая. Так вот, и африканцы 22 июня, собравшись там вместе с митрополитом Мемноном Эфесским, провозносили, что отныне в христианстве нормально молиться не только Богу, не только Христу, допустим, но молиться еще и Его Матери, Иисуса Матери, Марии, и некоторым другим умершим святым. Шла речь о апостолах, ближайшем учениках Иисуса. Казалось бы, о немногих шла речь. По сравнению с тем, что сейчас, это как бы капля моря. Но лиха беда начала. Это было лишь начало большого прорыва. Потому что уже через 20 лет, ровно через 20 лет, в 451 году в Халкидоне, было уже обычным для них молиться, допустим, Ефимий Всехвальный, так называемый, святой, и ехтам другим святым. То есть через 20 лет уже шла речь не только о Марии и святых, и об апостолах, но уже и о других дополнительно святых. Через 100 лет, уже в 6 столетии, среди 6 столетия, при Юстиняне императоре, шла речь уже о сотнях святых. Предлагалось для обывателя уже сотни святых. Сегодня десятки тысяч в православной церкви, и до сотни тысяч в католической. Пожалуйста, выбирай на вкус и цвет любого святого. Молись, обмолись. Но все это напрасно. Умножаются в обиду, умножаются лишь в беззаконии. И скажу, что нас спасет не увеличение штата святых, а смиренное покаяние пред Богом и признание, что Иисус Христос есть и альфа, и омега, и начало, и конец, и первый, и последний. И ни в ком оно нет спасения. Реформация это не выдумывание нового чего-то такого. Знаете ли, это возвращение к старому, к основанию, к фундаменту веры. Слава Иисусу! Некоторые умненькие мне говорят, мои вчерашние коллеги порой говорят, о, ты, Жрублев, а, ты наобщался с протестантами, сам стал протестантом. Помните, как про стереку разина передом? Из-за острого настре. Не помню, только ночь не провалялся, сам на утром бабой стал. Вот ты, значит, стал, вот один из них. Я говорю, господа, позвольте, говорю, лютер не родился ни камень, ни кто-то еще. А все это уже было в Писании. Это что? Протестанты дописали, что ли? Они переписали Библию, что ли? Ни в коем разе. Вся гениальность была реформатора в 16-30. А в том, что они взяли и стали поднимать из небытия то, что было изначально наше христианское. Это наше общее христианское. Знаете ли, то, что Иисус Христос, первосвященник, ходатай, нового завета, это не достояние лишь баптистской динаминации, или харифматической, или адвентистской, или какой-то еще. Это наше общее христианское учение. Знаете ли, это наше общее. Это для всех верующих, для всех христиан. И здесь не то, что мы делаем спор о динаминациях каких-то, а о каких-то конфессиях. Ни в коем разе. Хорошо, друзья, что же было далее? Не буду вас тянуть, мучить, потому что времени у нас мало остается совсем. Я скажу, что 22 июня, запомнили дату, дарковую, да, 431 года в Эфесе было собрание, которое опозорило историческое христианство навеки. Это было позорище, которое провозносило, по сути, уничтожение евангельского учения в церкви. И, ну, вы понимаете, благодаря составу этого собора, так называемого собора, было принято фактически единогласно. Кроме там, есть лиц воздержавшихся, которые были просто в шоке от того, что происходит на их глазах. А что было далее? А далее было следующее. Приехали другие отцы, приехали патриархи, иерусалимские, антиохийские, с Константинополя. Приехали другие, и они в шоке были. Им говорят, братья, мы уже посвящались, вас не дождавшись, посвящались, знаете, под дуракатом. Мы посвящались уже все, и приняли решение, а что нам надо заседать? Вы ознакомьтесь, подпишитесь, ну, как бы банкет, фуршет, и расстанемся с друзьями. Даже при беглом осмотре этих решений, за голову схватились и антихийцы, и иерусалимы, и с Константинополя за голову не может быть. Да вы что, вы что здесь позволяете себе вообще, братья? Да вы что, беззаконники какие-то? Короче, африканцы в упор, говорят, Кирилл, этот, пройдох, этот, африканский, говорят, нет, пересматривают, ничего не будем, что принято, то принято, все. Вот это да. Ну ладно, отцы, значит, это беззаконие, давайте проведем по новой заседании. Из африканцев лишь единицы пришли на это собрание. Итог, будешь так посмотреть. Значит, 26 июня, запомним это все, о чем я сейчас говорю, это было как раз с вечера 25 июня, и утром 26 июня, начались заседания, то есть через несколько дней только лишь, начались заседания, значит, антиохийцы. Вот почему спешил, спешил вот этот самый Кирилл и, значит, Александрийский, потому что он знал, что уже близко, скоро братья приедут, и надо без них быстрее решить все это, провернуть дело, аферу такую, знаете, или? И антиохийцы, Иерусалимы, и другие, во главе этого собора 26 июня был Иоанн, патриарх антиохийский, который возглавлял, понимаете, антиохийскую фракцию, группу богословов, ученых, священнослужителей, митрополиты, священники, епископы, архиепископы с Антиохии, с Малой Азии присутствовали там, и, конечно же, решение 26 июня диаметрально противоположно 22 июня. Если 22 июня было заявлено, что можно молиться еще кому-то помимо Господа, в 26 июня протосингел Анастасий, один из спикеров этой конференции, представитель патриарха Вселенского с Константинополя, заявил словами Павла, что если мы, говорит, или ангелы, а почему, потому что африканцы ссылались на, мол, явление ангелов в пустыне, которые утверждали, что можно молиться Марии, что являлся Мария, и ангелы говорили, и протосингел Анастасий, он в своем выступлении заявил, что даже если ангелы, Павел подтверждает, с неба не то благовестие, которое вы приняли, будет анафема. Какие бы они красивые не были, эти ангелы, как бы они красивые не заливали, у нас есть вернейшее пророческое слово, и при всем уже не к ангелам, к разным ангелам, знаете ли, скажу так, что есть Бог на небе, превыше всякого ангела, и мы должны, на самом деле, ангел служебной духи, и они не могут нам указывать, как нам верить, они не могут диктовать нам условия веры, ни в коем разе, это не их функция, если какой ангел и взорвался, и пытается диктовать нам, мы скажем, пошел вон во имя Иисуса Христа, потому что это падший ангел, и он может в виде ангела света прийти, его одежка ничего не значит, да, мы встретим по одежке, но мы проводим его дорожку. И, знаете, друзья, так вот, и, ну, как допустим, Магомеду, да, явился ангел, который сказал, вот, все было не так, вообще забудь вообще, чтобы христиане нам говорили, евреи, вообще все было не так вообще, что там Измаила хотели принести вообще, и что на счет, что якобы, значит, не Исааку, и что якобы Иисуса не воскрыт на Христе вообще, он не умер на Христе вообще, забудь, скажи всем своим там последователям, что Иисус даже не умирал на Христе, и что он не воскрес из мертвых, просто он вознесся на небо, он такой праведный, и все. А если Христос не умер и не воскрес, напрасно вообще все. Вот тут ангел заливал, да? Там, наверное, весь ад хохотал. Вот. А Магомед слушал, и не чтобы этим макарно со своих ушей сбросить. Он еще и сам в это все поверил. Благо жена там у него такая была. Там не поверишь, так на кухне докажешь, что это был ангел таки. Правильно. И сегодня миллиард людей оболбанинах, исламской ложной пропагандой до сих пор в эту ложь верят, что Иисус якобы не умирал и не воскрес из мертвых. Бред. Друзья мои, сегодня время великих сражений, величайшего сражения в истории человечества. Сегодня время, когда миллионы душ обращаются к Иисусу. Кстати, в той же Африке, упомянутой, каждый год по официальной статистике, которая предоставляется евангельским обществом в Америке, порядка 8 миллионов мусульман каждый год принимают Иисуса Христа своим Господом Бога Спасителя. Каждый год, только вдумайтесь, сегодня ложь падает, сегодня авторитет лжерелигии падает, рушится. И в самом христианстве пришло время на самом деле назвать правду. Сказать, что ни в ком кроме Иисуса нет спасения. Хорошо, есть исторически еще такая экскурсия. 26 июня Собор принял диаметрально противоположное решение. Вы скажете, ну и как же быть теперь? Два решения, два диаметрально противоположных решения. Антиохийцы заявили, что нет смысла менять веру, изменять христианство. Что и апостолы, и первые христиане, вот уже четыре столетия тогда существовала христианская церковь, и молились только лишь так. Зачем надо вводить это все? Но африканцы настаивали на том, что у них откровение от Марии, спиритический опыт был, и ангелы, которые утверждали, что якобы, вот, все не так. Что надо молиться все-таки и Марии, и другим святым, что они тоже, как бы, являются ходатыми посредниками. Хорошо, друзья мои, что было потом? Решение 22 июня и 26 июня. Эти два решения легли на столб к императору, который взял на себя функции судьи, крайнего. Он решал вопрос, во что же будут верить миллионы его подданных. И он решил. Исход был решен уже заранее, подрешен. Дело в том, что африканцы за государственные деньги, не за свои кровные, за деньги царские, тысячами были перевезены в столицу. Всеношное факельное шествие они совершили по улицам Константинополя. Это было шоком. Для жителей, жители Константинополя были разделены во мнениях просто-напросто. Одни говорили за, другие против, но прибывшие тысячи монахов, всю ночь шествовавшие с пакелами по улицам города и восклицавшие, всю ночь оравшие, Пресвятая Богородица, спасай нас! Пресвятая Богородица, молите нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Часами орали они, эти дети пустыни, наводя ужас на жителей столицы. И на утро, ранним утром, император, выйдя к этой толпе оравших монахов, провозносил, что он после этого размышления принимает решение признать каноничным собор 22 июня. Толпа ликовала. Но это было начало конца. И фактически все участники 26 июня собора были репрессированы. Некоторые убиты, но большинство были просто-просто сосланы в ссылки. Или же на принудительные работы в Оазис-Нибис. Туда, на каменоломни были отправлены сотни епископов, митрополитов, архиепископов, священников, богословов в греческой церкви, которые отказались молиться Богородице и которые отказались подписывать документы даже 22 июня собора. Патриарх Нистории, о нем можно спорить за и против его богословия, но, как показали немецкие историки, однозначно, что большинство возведенных на него обвинений ложны, просто-напросто. Когда нашли в одном из сирийских монастырей одну из рукописей, которую назвали лжем историй, то выяснилось, что большинство учений, которые ему приписывали, это вообще не его учения. Но это уже, скажу так, это вопрос уже лишь один Бог знает теперь уж точно. Информации очень мало сохранилось с того времени. Но даже прав или неправ был в истории, я не беру студить, но я зауважал его, когда узнал следующую информацию, что его также сослали на Нибесь, Оазис, и в качестве простого раба, как и сотни других епископов, петрополитов, патриарха Иоанна Антихийского тоже репрессировали, кстати, он тоже отказался подписывать решение 22 июня. Очень немногие остались верны, значит, ну, вернее, очень немногие оказались неверны к Слову Божьему. Антихийская школа богословия прекратила свое существование вообще фактически в то время. В полном составе была репрессирована преподаватели, студенты, все богословы, там, священники выходцы с этой школы. Иерусалимская школа, так, 50 на 50 была репрессирована. Кто-то был оставлен, кто-то был казнен, кто-то был сослан, кто-то был выслан за пределы империи. И, кстати, это послужило толчком к евангелизации китайских народов Казахстана и прочих регионов. Это гонение послужило даже во благо, как ни странно, значит, для просвещения, потому что ушедшие за пределы империи, в ссылку, или же сами ушедшие, они начали миссию в этих регионах, в больших странах очень. Это, ну, как бы, это отдельная история, и она потрясающая. В библиотеке Конгресса США есть очень интересные материалы, которые, ну, не имеют аналога просто-напросто. Сегодня центр вот этой церкви Истарианской находится в Чикаго, и библиотека главная была переездена туда, в Америку, и сегодня будем так сканированы эти материалы, можно, с ними можно ознакомиться. Потрясающие вещи просто-напросто. Друзья мои, это достояние исследователей стало все. Так вот, и еще, чуть времени взаиму вашего, значит, патриарха История обязывали подписать документы. И он, я не помню точно, но, если не ошибаюсь, 11 или 12 лет он прожил в качестве простого раба там на луне, в Уазис и Нибис. Самое интересное, каждый год предлагалось подписать документы о признании Марии Богородицей. В случае подписания гарантировалось ему восстановление должности, его дворец вернуть, и жил бы на старости или как сыр масло. Но он бы почел быть простым рабом, умереть там, и каждый год отказывался подписывать эти документы. И вслед за ним также поступили, смотря на мужество этого человека, и другие, сотни других епископов, митрополитов, архиепископов, церкви, отказавшись пересматривать эти решения. И никто из них не вернулся оттуда, с этой кандаловни. Они все там погибли. Кстати, сейчас там и слависты разгромили музей тут, но там был музей как раз истории, посвящен был именно мистерианству, и вот именно спору этому как раз. Но сегодня тоже разгромленная, к сожалению, музей сам уничтожен фактически исламисты фанатиками. Так вот, и еще что интересно. Что было после того? Что было после этого Третьего Вселенского Собора? Споры, казалось бы, продолжились, но уже не в такой силе, конечно. Дело в том, что сотни епископов были репрессированы, и на их места поставили, как правило, неграмотных, невежественных монахов. И монашество стало не только частью официальной церкви, но даже руководящую роль, примерно, в церкви. И это послужило как раз вот именно таким роковым образом на окончательное смешание с физичеством христианской церкви. Толчком очень мощным, сильно, к сожалению, в эту сторону толкнули церковь. И, ну, дальше было просто лишь времени, появление других ересей и заблуждений в эстетическом христианстве. Слушайте, не слишком немного, я вам так вам рассказал сегодня. Вы вмещаете еще? Да, да, да. Хорошо, что вы такие добрые. Но скажу, что сегодня нам, христианам, приходится разгребать очень много мусора. Чем на самом деле является Иерусалимский благодатный огонь. Ложью. Большой ложью. Как они это делают? Иерусалимский благодатный огонь. Да, вот очень интересный момент такой, да. Кстати, я сегодня вот не очень ласково упомянул Андрея Кураева, дьякона, значит, и назвал даже вот так довольно нелестно адвокатом дьявола. Он действительно очень много ересея распространял в эти годы. Но я считаю, что не все потеряно с ним и что, возможно, дьякон скоро будет проповедовать Евангелие с нами вместе. Значит, по крайней мере, последний год-два он идет по пути уже ближе к Библии, все ближе к Иисусу. Это очень хорошо, я считаю. Мы молимся за Него, благоставляем Его во имя Иисуса Христа. Я сам лично молюсь тоже за Него, за Его покаяние. Его бы энергию и доверное русло. Это было прекрасно. В евангельское русло. И знаете ли, что? Вот я зауважал его после того, как он первым в русской православной церкви, кто признал, что так называемый благодатный огонь, это все ложь и фикция вообще. Это ничто вообще. Наверное, он единственный пока из священнослужителей, кто в русской церкви, православной, московской априархаты, кто официально это признал. Больше никто пока не делал никаких заявлений. Хотя я понимаю, на личном уровне многие священники с ним согласны и понимают, что это все ложь. Но бояться видимо за свои места, я не знаю. Но Кураев все-таки сказал слово. Хотя повторять ему отказался. Но дело в том, что просто-напросто в Иерусалиме, в этом так называемом храме Гроба Господнего, ужасающее название на мой взгляд. Хуже название, ты думаешь, невозможно в христианстве вообще. Храм Гроба Господнего. Упаси Господь быть прихожанином храма Гроба Господнего. Бред, да? Уж куча с годами там на кладбище. Кошек мучить по ночам. Чем, значит, быть прихожанином храма Гроба Господнего. Вообще. Те хотя бы честные. Хотя бы они в открытых все это делают. Знаете, да. А это вот. Нам живой Бог нужен. Зачем нам Гроб нужен им вообще? Могила. Ужасно. Значит, скажу, что чудо, это якобы чудо, значит, в него верят в основном россияне и православные на территории бывшего безбожного Советского Союза. Другие православные во всем миром. Это чудо не верит почему-то. Ну, почему? Потому что этого чуда нет просто-напросто. Значит, каждый год русские туристы и паломники с ожогами попадают в клиники Израиля. Потому что, наслушавшись этих сказок и насмотревшись состряпанные КГБ и российскими СМИ вот эти фильмы о якобы благодатном схождении огня, начинают экспериментировать с огнем. Батюшки московские порой комментируют так все это. Мол, недостаток веры этих обожженных христиан. Но, судя по этим людям, я не сказал, что у них недостаток веры. Это очень фанатичные, как правило, монашки и паломники. Ну, и просто туристы, конечно, тоже попадают с ожогами. Пытаясь экспериментировать. Когда, кстати, разоблачали вот этот грязно составленный спецслужбами российскими и СМИ фильм о так называемом благодатном огне. Просто-напросто в режиме реального времени, вот этот эпизод знаменитый, его показывали одно время, каждую Пасху, когда монашка какая-то там, или аня монашка где-то, она проводит медленно над огнем и огонь не обжигает ее руку. Видели кадр этот? Когда в реальном времени этот кадр промотали, оказалось, она быстро, быстро провела на самом деле. А все до того нормально показали. А в этот момент замедлили, но так, что у зрителя возникает иллюзия, что якобы она медленно держит над огнем, или проводит медленно над огнем, и пламя не обжигает ее руку. То есть аферисты, чекисты и те, кто занимались вот этим созданием фильма, просто-напросто пошли на наглую ложь, чтобы обманывать русских туристов и паломников. Вопрос даже больше, кому это надо, кому это выгодно. Я расскажу еще более что по этому поводу. Но будем уже заканчивать как раз семинар, эту часть сегодняшнюю, первую часть. Так вот, и почему не верят другие православные патриархи, допустим, там, они ничего не знают об этом чуде, так называемом. Наши СМИ и, значит, священники русские православные утверждают, что якобы, якобы, патриарх Иерусалимский, он принимает благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский, в общем, Андрей Кураев, как бы, вопрос на поднял. Сам патриарх Иерусалимский открещивается от подобных заявлений, и он был вынужден сдать интервью по этому поводу, специально интервью, заявляя, что такого не было никогда и нет, и не будет. Чтобы якобы, он заходит, его обыскивают вообще, якобы он заходит туда, значит, якобы огонь сходит в момент служения. Ничего такого нет, даже близко. Патриарх Иерусалимский заявил, что это древняя традиция, древнее служение, но ничего общего с чудесным, как в смысле сверхъестественным, не имеющее. Он объяснял это так, что как совершается в реальном времени, на самом деле, по всему храму тушатся все свечи, все огни, эффект полной тьмы наступает, фактически полной тьмы. Но в Кулукли, в храме Гроба Господнего, есть Кулукли, алтарь, как бы, будем так говорить проще, как капучка такая внутри, там лампада оставляется, но она отворачивается, эффект полностью наступает. Поется песнопение, и в определенный момент отворачивается лампада, от нее зажигаются свечи, он выходит со свечами, приветствует людей, и подает этот огонь, от него быстро поджигают. Это все отрепетировано столетиями обряд, традиция, и они называют его святым огнем, но не берет его сверхъестественность. Это естественный огонь, который напоминает им Христов, но ни в коем разе это не, никто не говорит, что это сверхъестественный огонь. Будьте здоровы. И выжигаются все свечи. У туристов, наверное, в средние века, может быть, были, конечно, паломников, у некоторых понимание, что вот это сверхъестественный огонь. Но ни в коем разе это не было. До революции не было такой веры в русской церкви тоже. Если были, то это были удел... Эта вера была уделом отдельных, может быть, старух, я не знаю, ну, неграмотных прихожан, но это не была позиция церкви. Потом, больше того, значит, уже в советское время в русской церкви тоже не было таких учений, не было такой веры. Хотя в 60-е, 70-е годы были отдельные бабушки такие, старушки. Были такие, некоторые, ну, как на уровне сплетен, на уровне такие, знаете, вот такие вот, как в семинаре говорят ОБС. Одна бабушка сказала. Но это не было никогда верой церкви. И вот в 80-е годы, в годы перестройки, вдруг возникает непонятная вера в сверхъестественный огонь. Как ниоткуда вообще. Это откровенно провокация спецслужб советских и потом далеко идущая провокация. Потому как, я думаю, что среди чекистов много есть и людей, и умных достаточно, понимавших, что союз на ладон дышит уже. И, в общем-то, ставка была уже на религию поставлена, это было уже очевидно во многом. И нужно было кое-что создать чудесное, которое со временем можно было бы и опровергнуть. Церковь была посажена на крючок. Не удивляйтесь, но многие иерархи были завербованными, а многие иерархи были внедренными конкретно в тело Русской Православной Церкви для антирелигиозной работы. Это показали документы, обнародованные депутатской комиссией Российского парламента в 1991-1992 годах. И лишь из всех разоблаченных вот этих вот засланных агентов, как бы, лишь один публично покаялся после публикации Российского парламента. Это был тайминский архиепископ Хризастон. Его интервью до сих пор в России запрещено. В прямом телеинтервью он признал факт достоверности вот этих всех обвинений и этих документов, что он был внедрен в РПЦ для антирелигиозной работы. Но он объяснил свою позицию, что он покаялся давно уже в этом и отказался, по сути, сотрудничать с КГБ. По его словам, он давно уже не вел активной работы на спецслужбы советские и являлся более церковным деятелем, чем агентом КГБ. Когда спросили его, а что же по поводу других агентов, разоблаченных, включая Алексея Второго, тогдашнего патриарха, или Кирилла Метрополита, тогдашнего, ныне патриарха Московского, то этот иерарх, архиепископ заявил, что это вопрос веры каждого. То есть, это вопрос их совести и пусть они сами дадут отчет как в ответ. Он не стал за них что-то говорить, он сказал только лишь о себе самом и о своем прошлом, таком темном чекистском прошлом. Да, господа, дорогие братья, сестры, конечно, это очень непростая тема. Но вопрос, зачем это надо вообще? Для чего это надо? Зачем подвергать риску здоровья десятков, сотен, может даже, туристов, баловников советских, российских и украинских? Ведь многие попадают с ожогами. Ну, как говорится, лес рубят, щепки летят уже. Потому что, на мой взгляд, сегодня идет очень даже уже неприкрываемая политика восстановления вот этого безбожного Советского Союза. Президент тогда Путин, первых два срока своего президентства, он объявлял несколько раз, ну, не ошибусь, скажу если четыре или даже пять раз, обращаясь внутри к России, к народу, называл развал Советского Союза главной геополитической трагедией 20-го столетия. Цитата дословная. И курс своего правления, главный курс, это он не скрывал. И первый срок и второй срок это возрождение Советского Союза. Значит, некоторые люди считают, что возрождение невозможно, но согласно слову Божьему, я вижу, что возможно возрождение и, возможно, новая волна, вот возрождение земли северной и очень, даже, скажу даже, может быть, даже большей мощи, чем было тогда при Союзе. И это пушечное мясо Антихриста будет разрастаться, на мой взгляд, в очень большом объеме. Значит, дело в том, что курс на православие, ставка на православие, она недолгая. Ну, я не политолог, но сужу так, что вероятнее всего, скоро православство будет не нужна кремлевским деятелям. А если нужна, то только лишь как одна из религий или одна из, одной из философий, одной из течений. Но далеко не главное. Сейчас больше ставка в России на ислам даже, чем, значит, на православие, по сути. Значит, думаю, это никому не секрет тоже уже. Значит, по крайней мере, Россия единственная страна, где ислам не является государственной в религии официально, значит, которая признана в Лиге Исламских Государств. И выступая в Лиге Исламских Государств, Путин на втором сроке своего президентства заявил, что Россия, цитата, почти дословная, является лидером исламского мира, всего исламского мира. Значит, и, в общем-то, думаю, многим не секрет, кого спонсировал Кремль в советское время и кого спонсирует сегодня. Путин за два срока первого своего президентства послал вооружение больше в страны арабские, чем Советский Союз за все время своего существования. За два срока. Только вдумайтесь. Значит, и это очень серьезная тема. Очень. Мы живем в очень уникальное время. Я думаю, что тот финиш, по книге Джона Хейге, это не бровь его глаз просто читаю. Значит, и, хотя все может быть, я не говорю, что именно так и будет, но возможно. И, вероятнее всего, исполнится страшное, опять-таки, в очередной раз исполнится страшное предречение Федора Михайловича Достоевского, который в последний год своей жизни писал письма, как оказалось, чуть не пророческие, значит, страшные вещи. Он писал своим друзьям. И Федор Михайлович написал свое размышление об истории русского народа. И он сам был русским человеком и всю жизнь он посвятил изучение души русского народа. И он заявил, что русский человек по природе свой атеист. И что если однажды атеизм как угроза миру он возникнет, он будет именно в среде русского народа. Не где-то еще, а в среде русского народа. И, знаете, он смотрел, как воду буквально смотрел. И Достоевский, он при жизни своей часто считал, что русский народ православный народ. Но в конце жизни он в этом разуверился и понял, что русский народ по природе свой атеист. И он заявил, что в этом же своем письме, что православие, народное православие русское, это скорлупа, скрывающая сам атеизм, отрицание Бога. И это было ужасно. Я скажу, что это печально, что все так исполнилось. Но атеистическая идеология возможно восстановится в ближайшее же время. Значит, в ближайшие годы возможно. И такой поворот событий. И как сделать то, что в кратчайшие сроки то, что сделали коммунисты в течение 20-30 лет, допустим, советской агитации. Очень можно быстро, с помощью новых технологий, будем так говорить, состряпали ложное чудо схождения огня. И сегодня вера миллионов православных христиан напрямую зависит от факта ложного чуда, выдуманного спецслужбами. Завтра объяви во всеуслышание по телеканалам, что это ложь, и вера миллионов людей, десятков миллионов людей пошатнется. Значит, и основать будет не на чем свою веру. Фактически, да. И еще пару разоблачений достаточно, чтобы отвратить в очередной раз о церкви десятки миллионов российских подданных. Значит, и, в общем-то, то, что еще лет 10 назад казалось сказкой, сегодня уже это вполне реальные вещи. Значит, и, господа, скажу, что в интересах самой же православной церкви, в интересах самих же православных священников покаяние сегодня. Как можно быстрее нам надо опередить чекистов и признать, что это ложное чудо, что мы клюнули на эту удочку чекистскую, но давайте будем строить веру свою не на вот этих вещах. Там, чудеса, там, лешик бродит, красава, как сидит. Знаете ли, а на настоящем. Я помню, вот закончу таким примером сегодня, завтра продолжим в 6 часов. Так вот, я в Киев-Печерскую лавру приходил, когда еще можно, не было, когда еще мне пускали. Сегодня там в списках насчет, как бы, розшук. Да. Прям на входе. Мне показали, я удивился. Казак не отвел в сторону, вам все нельзя. Как нельзя? Да вы что? Сколько раз приходил, можно было, сейчас нельзя. А посмотрите. И показывает там. Заходишь, не видно, а вот со стороны, где вот эти охранники стоят, там фотографии лиц недопускающихся, на территорию лавры. И нашел фотографию свою. Надо же, так интересно. Правда, не очень удачная фотография, но похоже. Похоже. Значит, и, в общем-то, когда можно было еще заходить, я, значит, в один иногда братьев там показывал, им студентов, допустим, библейского института Киевского, Иисуса и Намина института, других некоторых школ библейских. И так получилось, что однажды нас было очень много, и мы так, христиане, шумной толпой, знаете ли, прошлись, значит, там, значит, по этим лаврам. Значит, нет, мы видели себя прилично, но когда такое количество живых людей на территории мертвой лавры, это очень видно, конечно. Даже косынки не прикрывали хрифматическую радость на лицах сестер. И, в общем-то, это надо было видеть. Где была камера, когда была нужна? Слушайте, но когда мы вышли уже из дальних пещер, все было понятно уже. Значит, а там в пещерах еще акустика, представляете, я-то иду где-то в первых годах и слышу там, халлилюя! Монах перепуганный стоит такой, вот он крестится. О, бить будут. Слово Божье. Вот, но я предупреждал с этими братьями, что говорю, вы за воскресенье мощей не молитесь там, не так поймут. Вот, значит, а там были ревности такие, братья. Они покойника достанут. Ну, ладно. Ну, там такие, что, давайте там вообще там. Ладно. Хорошие братья были, очень хорошие. Я скажу так. Многие из них сейчас пустырят, служители уже. И вот, значит, и мы вышли из дальних пещер и идем к себе, значит, так. Многие там братья и сестры говорят, ну, надо же, вот это да. Неужели это все в наши дни? Люди молятся всему этому, поклоняются. Какой мрак, а? Вот. И это не где-то там, а в наши дни, когда космические корабли не может быть. Но пока не увидели, не поверили до конца, не прочувствовали все это. Ну, ладно, идем. И вот, на тебе, навстречу семинаристы идут. Ну, видно, первый класс. Так. Идут. И наши сестры как припили, давай их ингредируют там. Вы куда, братья, идете вообще? Там же пещера, там мертвецы. И мертвец с косами стоят, да? Вот. Они убеждали, как могли, что нужно молиться все-таки Богу, значит, Иисусу. А вы спасены сами-то? Ну, куда вы идете вообще? Оно вам надо. Знаете ли, значит, и один из этих семинаристов, он как бы взял эту инициативу, такой, видимо, лидер там. И он начал говорить, вот наша вера истинная, вы, видимо, сектанты какие-то заезжие, а вот наша вера истинная. Потому как у нас там на Пасху огонь сходит, представляете, его первый козырь. И это будущий батюшка. Уже мозги промыты чем, а? Значит, второй, второй его козырь. У нас многие покойники не гниют мол. Вот это вера. Хай бог мыло такой веры. Значит, третий козырь. У нас дева плачет, Мария. Слезы. По ком дева плачет, по ком слезы? Непонятно. Но первые два это было самый-таки большой козырь его. Значит, и, знаете ли, и я пример привел этим братьям. Я рассказал кое-что об одном из наших студентов. У меня было на сердце, я с ним как раз перед тем, как он хорошо так познакомился, пообщались мы. Он бывший наркоман из Мариуполя, который умирал от наркотиков. И не по наружку, а по правду, что он уже умирал. И вообще, там такое чудо. В его голове был кисель уже, так говорили медики. Он не помнил эти месяцы, эти годы последние, потому что он потерял все, разум. Значит, знаете, как растение было уже. Значит, его Мариуполи все знали там, во всех этих центрах. В нем были все гепатиты, какие там, ну, несколько букв этих. Значит, кости его гнили, кровь переливали, ему ничего не помогало. Андрей его зовут, значит, кто может знать, сейчас в Киеве живет служитель. Значит, и, что интересно, значит, в голове кисель, то есть, мост потерял форму свою. И вот, его кололи. Потом он, заражение опять пошло, это большое крови. Он стал большим злостом черным. Вот так его описывают, перед тем, чтобы все с ним произошло. Его привезли к родственникам сдать, чтобы он умер или в больнице. Тогда в Мариуполе очень много было смертей. И они решили развести, значит, этих людей, значит, по родственникам. Ну, понятное дело, родня там не открыла двери даже. Разъясняли с медиками через дверь. А врачи что сделали? Вот эти преступники в белых халатах. Они просто что сделали? Они взяли и этого человека на простыне, возле мусорки бросили и уехала скорая. Вот тебе и все. Никому не нужен. Кусок мяса просто валяется. Растение было для экспериментов, значит, медиков в последние месяцы. А уже никому не нужно. Отброс. Просто отброс. Просто возле мусорки. Так мусор, физический, да? Так мусор, такой человеческий мусор. Бросили на простыне и уехали. Это история из реальной жизни. Такого в кино не увидишь. Знаете, вот, что в реальной жизни бывают. Мне там потом мариупольские братья, они там такие вещи рассказали, я просто за голову схватился просто вообще. Что в реальной жизни бывают. Это ужасно, можно снимать. И вот, так вот, и его бросили там. Он там стонал, беме, он не может говорить по-человечески в его голове, в голове его просто кисели, и все. Он мне говорит, кто он, откуда он и что он. И вот, и проходили братья и сестры с одной из хориднотических церквей, даже с двух, по-моему. Там свет миру и какая-то еще там. Бывший наркоман, алкоголик, тунеядцы, там, значит, там много всего было. Значит, Бог помиловать людей. И они шли на какую-то там квартиру, бывшую барочную квартиру, где там покаился народ, там собирались. И они увидели эту тему возле мусорки, подобрали его и приволокли на квартиру. Не чтобы отходу молитву начинать по нему, а они пришли молиться за него. Они сверхъестественно верили в его покаяние. Хотя, какое там покаяние? Беремее, и все. И, знаете ли, что? И совершилось чудо. Я вкратце скажу. Человек вернулся, он стал понимать, что с ним происходит. Он немного понял, что кто он, он вспомнил кое-что. Это уже невозможное было чудо. Потому что в его клаве был хисей. Так вот, и он смог услышать Евангелие. Как он смог услышать? Ну, смог услышать. Он смог повторить какие-то молитвы, помолиться с ними. За него молились. И он не умер. На литву, то есть, эти братья рассказывали, что у них не было веры даже в то, что он выживет. Они просто говорили, что ты умираешь, но ты умни хотя бы по-человечески. Ты покайся. И, знаете ли, что? А он не умирает. Они там молятся, Бога славят, что-то еще. А он не умирает, лежит в себе, и все. Они ему дальше рассказывают, что для тебя, друг, есть еще другая новость хорошая. Что Иисус не только грехи твои взял, а еще и ранами его исцелен. Он тоже там беремен, молится с ними. Они за него молятся. Я скажу так. Через несколько месяцев этот брат пришел на своих двоих к медикам, которые бросили его возле мусорки за справкой. Кино. Младший медперсонал в Умаре. Так и кидал. Они врачи не поверили, что тот самый Андрей. Думали, он тот уже сгнил, что он уже в могиле. А это он на своих двоих пришел. Гепатитов нет. В голове не кисель, а мозг здоровый, притом формы. Он прошел десятки комиссий. Там над ним изгалялись только так. Значит, в Мариуполе, в Донецке, в Днепропетровске, по-моему, не то Харьков, не то еще какой-то город. А потом в Киеве. В Киеве были последние проверки. И там, значит, из всех медиков только лишь один в Киеве. Он сам западной Украины. Вот профессор. Вот единственное, кто сказал, что это от Бога точно. Вот все остальные просто молчанием отнекивались и все. Тот профессор сказал ему, что молодой человек, вы идите в церковь, свечку поставьте. Это точно Бог. Это не может быть, чтобы это само собой образовалось. Но в голове здоровый головной мозг. Без следов. То есть невозможно. Да, со спонтастикой, что нет. Невозможно. До того десятки проверок показывают, что в его голове мозг отсутствует. Все. Кисель просто. Потерявшись в форме мозга. А здесь здоровая форма головного мозга. Невозможно. Он адекватно отвечает на все вопросы. Проходил тесты. Психологические тесты. Невозможно. Гепатитов не стало. Куда они делись. Кровь здоровая. Кости гнилые. Явно гнилые кости. На прежних исследованиях показали здоровые кости. Здоровые суставы. Невозможно. Короче. Вот это Андрей. Он о себе еще кое-что рассказал, что я не знал даже. Потом другие братья рассказали. Семинаристы слушают, раскрыв рты, будущие батюшки православные впервые о живом Боге услышали вообще. Это мы не проходили. Это нам не задавали. Но это живое, настоящее, правдожное. И знаете ли, у них такие вот... Я вспоминаю у этих ребят, будущих священников православных, такие красивые лица стали. Когда они вот с живым Богом соприкоснулись-то, они о жизни услышали. Это вам не там, не какие-то огни там на Пасху. Или мощи не гниющие, или иконы плачущие. Вообще-то бред полный. А вот это живая Божья мудрость. Живой Божий почерк. И я сказал этим семинаристам. Говорю, братья, ну я взял Божью там уже так инициативу завершить это все. И слава Богу, они его очень хорошо приняли это. Я сказал, братья, говорю, если бы вот в храме я служу, допустим, и если бы в моем храме каждое бы служение сходил бы огонь физический. Сверхъестественно, как вы утверждаете. И если бы не только один вечер на моей церкви после смерти не гнили бы, а была бы целая галерея там прихожан в моей церкви, мертвых, допустим, низнивших. Допустим, там проставление второго, третьего поколения, допустим, какое-то, не знаю, еще ледов. Много мощей. Такая мощная церковь была бы, знаете. Я сказал, что это все для меня было бы меньшим чудом, чем вот это одно, но живое. Когда был мертв, я жил, пропадал и нашелся. У каждого из нас есть свой почерк, неповторимость. У Бога истинного, Бога Авраама, Исаака и Якова. Вспомним этих трех людей. О, без Бога нам не обошлось. У Бога патриархов, у Бога пророков, у Бога, который просто-просто, мы в Библии об этом читаем, он живой Бог. Сегодня также есть свой почерк, куда Бог приходит, там, жизнь и жизнь с избытком. А у врага, у сатаны есть свой почерк, украсть, убить и погубить. Его хлебом не корми, дай, украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, друзья. Когда встанем, завершим молитвой, время пришло нам помолиться Бога, поблагодарить за все. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарность тебе и хвала, Господь. Спасибо. Ты настоящий, ты правдочный. Спасибо, чудеса твои, это истина, это, Господь, спасение. Боже, я благодарю Тебя, что сегодня грешники каются, больные исцеляются, мертвые воскрешают. Боже, всемогущие, прокаженные очищаются. Боже, благодарю Тебя, что сегодня ты тот же самый, что и вчера, и ты вовеке тот же самый. Боже, благодарю Тебя, Господь. Боже, спасибо, что сегодня я не мертвым служу Богам. Спасибо, что сегодня я не кажу иконам и не поклоняюсь пощадам. Спасибо, что сегодня я не молюсь матери Твоей, или апостолам, или пророкам, или кому-то еще одно. Но, Боже, взываю к Тебе, Господь, потому как верю, что един Бог и един посредник между Богом и нами, всеми людьми, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех нас. Спасибо Тебе, Господь. Боже, из истории сегодня мы видели примеры некоторые страшные, ужасающие, но, Боже, позволь нам взять правильные уроки для себя, не осуждать ни мертвых, ни живых, но нести сегодняшнему поколению Слово Твое. Помоги нам, Господь, разрушать дело дьявола. Сегодня, здесь, сейчас, в Севастополе, в Крыму, в Украине, в других регионах стран Бог святой, потому что узники врага, этого террориста номер один во вселенной, они мучаются, угнетенные этим проклятием. Но, Боже, пусть сеть будет расторгнута во имя Иисуса Христа, и пусть будут избавлены души во имя Иисуса. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть тысяча храмов по всей Руси, Боже, звучит Слово Твое. Пусть многие священники обратятся к вере, Господь, покорятся праведности Твоей. Не со своей праведностью, Господь, пытаются править царство, но, Господь, с Твоею праведностью, Боже, всемогущий. Я, как сегодня-то покрыл стежком, Господь, здесь, Севастополь, Боже, покрой, Господь, праведностью Твоей земли, потому что во имя Иисуса. Боже, всемогущий, всю непреставность, нечистоту Господь, земли, прикрой, Господь, сейчас, во имя Иисуса Христа, Боже. И пусть Господь в умах священников произойдет революция Божия, перемена, реформация. Боже, пусть Господь, то, что Ты, Господь, хочешь донести до людей, пусть это будет донесено, Господь, пусть священство указывает на Тебя, Господь, Спасители нашего, во имя Иисуса, благодарю Тебя, Боже Всебогущий. Благодарю Тебя за всех присутствовавших, Господь, здесь сегодня, этим вечером. Прошу благослови нас в распуске с миром, пусть Твой шалом будет наше сердце, Господь. Пусть в минуле нашего сердца не закончится и не лей милости Твоей, Господь. Пусть, Господь, огонь всегда светит в нас, пусть, Господь, до Твоего возвращения это будет, Господь. И когда поправите наши светильники, Боже, пусть, Господь, будет достаточным маслом, Боже, во имя Иисуса Христа, пусть не будет среди нас, Господь, неразумных, Боже, которые будут локти кусать и барабанить двери. Боже, пусть сейчас, сегодня, Господь, каждый из нас будет ответственным, Господь, верующим, Боже, Благодарю тебя, Боже, смогущим, благодарю тебя, Господь, пусть хамока, будет нашей жизни, Господь, образом жизни, Господь, образом мышления, Боже, образом поступков наших, Господь. Благодарю тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Слава Богу!